Дорогие друзья, всем привет! Сегодня приготовим очень вкусные творожные куличи. Тесто у нас будет без дрожжей, что существенно ускоряет процесс приготовления, поскольку не нужно ждать расстойки теста. И как я и обещала, расскажу, как приготовить глазурь на белом шоколаде, которую, кстати, не только для куличей можно использовать, но и для тортов она отлично подходит. Она вкусная, очень устойчивая и не крошится. Куличи я буду готовить с сушеной клюквой, которую я предварительно промываю проточной водой и заливаю ромом, оставляя на 3-4 часа. Можно также заливать коньяком, а если не хотите использовать алкоголь, тогда просто крепким чаем. Можете использовать 150 грамм любых сухофруктов или цукатов. Когда сухофрукты настоятся, можно приступать к приготовлению теста. Нам понадобится 250 грамм творога, в идеале жирностью 5%. Его очень желательно измельчить в блендере до однородного состояния. Можно использовать погружной блендер. Главное добиться более гладкой консистенции, чтобы в готовых куличах не было твердых запеченных творожных крупинок. Творог пока отставляем в сторону и отдельно в чаше соединяем 2 крупных яйца, щепотку соли для баланса вкуса и 200 грамм сахара. Сюда же мы добавляем ванильный сахар или ванильный экстракт, 1 чайную ложку. Яйца с сахаром взбиваем несколько минут миксером до пышности и посветления, так, чтобы сахар полностью растворился. Далее к общей массе добавляем 120 грамм очень мягкого сливочного масла и еще немного взбиваем, чтобы все хорошо перемешалось. Затем кладем измельченный творог и опять же смешиваем все до однородности. Теперь займемся сухими ингредиентами. Смешиваем вместе 200 грамм муки, пол чайной ложки соды и 1 чайную ложку разрыхлителя и просеиваем их в чашу. На этом же этапе я решила добавить щепотку корицы, еще можно по желанию добавить мускатный орех. Сразу же поверх муки выкладываем сухофрукты, с которых нужно заранее слить лишнюю жидкость. Замешиваем тесто любым удобным способом, руками, лопаткой, ложкой или миксером. Тесто получается очень нежное и воздушное и замешивается достаточно легко. Самое главное, чтобы не было комочков муки. Готовое тесто выкладываем в формы, заполняем их на две трети, ставим куличи в заранее разогретую до 160 градусов духовку и выпекаем в зависимости от вашей духовки приблизительно 50-60 минут. Лучше всего выпекать в режиме верх-низ без конвекции. Чтобы проверить готовность куличей, вставьте в середину деревянную шпажку, она должна выходить сухой и чистой. Готовые куличи полностью остужаем на решетке. Когда куличи остынут, тогда можно заняться глазурью. Для начала заливаем 2 грамма желатина 12 миллилитрами холодного молока и оставляем минут на 15, чтобы желатин набух. Когда желатин набухнет, начинаем основной процесс. 30 грамм сливок жирностью 33-35% нагреваем почти до кипения, но не кипятим. В чашу кладем 85 грамм белого шоколада и 10 грамм масла какао и заливаем их горячими сливками. Если масла какао нет, то допустимо заменить его на сливочное, но все-таки, если есть возможность, лучше готовить с маслом какао. Получится и вкуснее, и стабильнее. Сливочно-шоколадную массу размешиваем до полного растворения. Если процесс идет тяжело, то можно ее немного подогреть в микроволновке или на водяной бане. И в полностью растопленную массу добавляем белый пищевой краситель до получения нужного оттенка. Далее необходимо растопить желатин. Я его растапливаю в микроволновке за пару-тройку импульсов по 5-6 секунд каждый. После каждого интервала обязательно желатин хорошо перемешиваем. Растворившийся желатин добавляем к шоколаду и все вместе пробиваем погружным блендером до однородной гладкой консистенции. Теперь глазурь необходимо остудить, чтобы она стала гуще. Я предпочитаю использовать глазурь, когда она становится практически комнатной температуры. Если вдруг вы ее немного переохладили и она загустела больше, чем нужно, то просто немного ее нагрейте. Наносим глазурь на куличи, сразу их украшаем и убираем в холодильник на 5-7 минут для стабилизации. Вообще куличи с такой глазурью лучше хранить в холодильнике и глазурь тогда становится не липкой и очень стойкой, но при этом благодаря желатину в составе она легко режется, не крошась и не ломаясь. Вернемся к куличам. Показываю вам их разрез. Они очень ароматные, как любая творожная выпечка, в меру влажные и рассыпчатые. Если по каким-то причинам вы не готовите дрожжевую выпечку, то такие куличи станут очень хорошей альтернативой традиционным дрожжевым куличам. Разные куличи по-разному вкусны и имеет смысл попробовать несколько рецептов. И я надеюсь, что мой рецепт оказался для вас полезным. И по традиции желаю вам хорошего настроения и удачи на кухне. У вас обязательно все получится. Пока!